Всем привет, ребят! Меня зовут Рандом, и это новое видео на моём канале. И что ж, оно посвящено, опять же, фактам. Но каким фактам? Фактам о новом году, ребят! Все предели Новый год, поэтому факты будут тоже о новом году. А точнее, о самом празднике. Итак, поехали! Сегодня рандомный комментарий я никаким образом не повешу никуда, поэтому он будет сделан графикой. Ну что ж, давайте всё-таки теперь к фактам. Значит так, начнём с того, что многие знают про фильм «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». Но знаете ли вы, что этот фильм транслируют уже более 35 лет? Пишите в комментариях, будете ли вы в последний день уходящего года смотреть этот фильм. Также можно ещё сказать про «Голубой огонёк», который показывают уже более 10 лет. Но, ребят, всё-таки «Ирония судьбы» или «С лёгким паром» сохранился гораздо лучше в наших сердцах. Потому что все его уже тысячу раз пересмотрели, все части, и просто это самый лучший русский фильм, который я когда-либо видел. Вот. Переходим ко второму факту. А он у нас заключается в том, что во многих странах существует такая традиция, что в последний день уходящего года люди открывают окно и выкидывают туда все старые вещи. Я не знаю зачем, но ходит легенда, что чем больше вещей ты выкинешь, тем лучше будет твой год. Ну, даже к этому есть такая пословица «Как начнёшь год, так его и проведёшь». В принципе, я отчасти с этим согласен. Но это ещё не точный факт. Потому что каждый проводит год так, как хочет он. И да, ребят, кстати, ждите новое видео по поводу того, как я буду украшать свою комнату. Оно выйдет где-то числа 17-го, 20-го. Да, я довольно поздно украшаю свою комнату. Не знаю, может быть будет раньше. Короче, ребят, ждите. Обязательно сниму об этом видео. Ну что ж, переходим к третьему факту. А он у нас заключается в том, что на самом деле ёлка – это невероятно классный символ. Но в древности христиане подвешивали ёлку вниз головой, так скажем. И в принципе, я не знаю зачем, если честно. Почему? Ну, кстати, по поводу Нового года и по поводу древности. На самом деле, праздновать Новый год 31 декабря и 1 января подписал этот указ только Пётр I. Потому что до этого Новый год отмечали либо 1 сентября, либо 1 марта. Светский Новый год 1 сентября, а обычный Новый год 1 марта. Не знаю тоже почему, но факт остается фактом, что указ о том, что Новый год будет проводиться 1 января, подписал Пётр I. Ну что ж, переходим к следующему факту. А он у нас заключается в подарках. Да, в Ирландии подарки находят в ботинках. А в Шотландии в носках. То есть в Англии находят в носках подарки. А где находите подарки вы? И развешиваете ли вы носки или что-то подобное? Я, например, в детстве находил подарки только под ёлкой, но чаще за ёлкой, нежели под ёлкой. Вот. Ну переходим к следующему факту. А он у нас заключается в том, что в принципе, в принципе, ёлка это очень важный символ. Без ёлки Новый год это не Новый год. Но лучше покупать искусственную ёлку, нежели настоящую, потому что искусственная ёлка несёт грибок. А грибок, он быстро размножается и может вызывать бессонницу, кашель, плохое самочувствие, головокружение, тошноту и многое-многое другое. Короче говоря, вы вот покупаете искусственную ёлку, а если вы всё-таки уже купили ёлку настоящую, то обязательно промойте и просушите её, чтобы уничтожить весь этот грибок. Ну что ж, вот такое вот сегодня было видео. Но на этом оно не заканчивается, потому что сейчас я хотела бы сделать маленькое объявление. Спасибо вам за те вопросы, которые вы мне в ВКонтакте пишете. Просто большое вам спасибо. Обязательно скоро выйдет вторая часть вопрос-ответа. И, ребят, божественно, наше видео начинает набирать более 100 просмотров. В особенности последние два, то есть вопрос-ответ набрал более 100 просмотров. И как продлить свою жизнь набрало более... нет, нет. Следующее видео набрало тоже 100 просмотров. Ребятки, просто я вас люблю и обожаю. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok